Да, хорошо. Значит, смотрите. Итак, я сейчас проиллюстрирую, как это все будет выглядеть. Значит, еще на картинке. Ну вот, смотрите. Значит, у нас вот есть сфера блока. В начальный момент времени, вот он, я выбрал радиус моей окружности каким-то образом, значит, и появляется касательная плоскость. И вот я выбрал начальное состояние, темное состояние, касательной плоскости. Значит, по мере, что происходит по мере эволюции. По мере эволюции она начинает крутиться. Видите? Вот этот век расстается в касательной плоскости, вот к текущему значению. Вот это у нас текущее значение светлого состояния. Вот оно. И мой, значит, вот у меня происходит движение. Так. Я дошел до конца. Видите, я развернулся. Раньше было у меня вот так. Вот я его так развернул. Меняю радиус этого вектора. Вот этот угол будет меняться. Но времени нету, поэтому я не буду это изображать. Ну, и, кстати говоря, превзание унитарное. Я могу его обратить во времени. Вот это необходимое условие для всех квантовых операций, чтобы оно обращалось во времени. Видите, я вернулся обратно. Если я развернул во времени еще раз. Значит, пошел туда. Пошел обратно. И вернулся обратно. Ну, вот это то, что я как бы показал. Вот. Ну и получается следующее, что, значит, вот таким образом, выбирая, выбирая вот разные окружности, я на самом деле поворачиваю мой базис, значит, на угол, на угол, на тот угол, который будет определяться моей окружностью. То есть, ну, соответственно, давайте посмотрим, что у нас есть. Вот я теперь выбираю разные углы. Значит, что тут изображено. Значит, вот напоминаю, значит, вот у нас триподная система. Первый, третий, четвертый с цветами изображено. Соответственно, вот я выбираю набор импульсов. Вот они, да, значит, то тоже. Это у нас будет набор импульсов, который у меня есть по времени, как это развивается. Это теперь у меня, а это пси-функция, которая вот здесь будет. Вот это моя пси-функция, как во времени она развивается. Значит, квантомеханические это линии, вот то, что здесь, аналитика, она лежит вот здесь где-то, в стрихованных каких-то линиях. Значит, маленький параметр Месси, вот он. Поэтому, естественно, у меня диабетичность не очень хорошая. Я плохо отсекаюсь от C2, от возбужденного состояния. Поэтому аналитика и точное решение не очень хорошо. И вот C2, появился возбужденное состояние. Заселенность возбужденного состояния, она отлично от нуля. Плохой параметр Месси. Значит, увеличиваю. Да, значит, я выбрал таким образом угол, радиус моей окружности, чтобы угол поворота был пипополам. То есть, у меня на 90 градусов разворачивается мой базис. Вот. Ну, кстати говоря, это и видно. Смотрите, что значит на 90 градусов. То есть, значит, если я находился вот здесь, я все перетаскиваю сюда на 90 градусов. Вот оно и есть. Я находился здесь. Так, значит, и заселенность у меня стала нулю здесь. Равным. Вот. Видно. Вот. Находился здесь, стало заселенность у нас равно нулю. Находился здесь, заселенность стала равным единице. Тройка. Это у меня вот здесь. Вот это то, что есть. Теперь, сделал параметр Месси 40. Тут вообще отличий между аналитикой и никакой нет. Вообще. То есть, совпадение аналитических результатов, ну вот, по параллельному переносу и квантовых результатов одинаково. Так, теперь дальше что? Теперь на самом деле вот какая вещь. То есть, то, что я вам рассказал, на самом деле, начальное состояние не очень хорошее. Почему? Потому что я беру вот этот вектор начальный. И смотрю его проекции, этого вектора. Оказывается, есть проекция на состоянии 4. А я же должен из единицы тащить в тройку. Поэтому я должен немножко по-другому брать начальную касательную плоскость. Если я хочу из единицы перетащить тройку, то в начальном состоянии у меня четверка должна равняться нулю. Поэтому у меня мой вектор Q должен находиться вот здесь. То есть, простите, значит, касательно, простите еще раз, касательная плоскость должна содержать вектор 1 и 3 моя. Я изначально сидел в 1, перетаскиваю в тройку или делаю смесь. То есть у меня это темное состояние. Напоминаю, я все время работаю в системе темных состояний. Значит, у меня моя касательная плоскость начальная должна содержать как 1, так и 3. Значит, она должна быть ортогональной, моя начальная, касательно плоскости вектору четверки. Больше ничего. Четверка должна у меня, соответственно, превратиться в светлое состояние. Вот оно я и сделал. То есть начальная конфигурация у меня следующая. У меня есть какой-то большой импульс, ну какой-то относительно большой импульс, значит, который соответствует моему вспомогательному лазеру и никаких нету. А мои, значит, рабочие лазеры, пробы, то есть пампы и стокс, они выключены. То есть начальное состояние, вот оно, касательная плоскость, вот она. И теперь дальше что я должен сделать? Поскольку у меня без разницы по какой окружности, по любой окружности, которая имеет радиус R, у меня всегда будет угол поворот один и тот же. Так вот я убираю такую окружность, чтобы у меня касательно плоскости с ней была, то есть я ее убираю вот таким образом. Тоже ее можно выбрать. То есть я устраиваю набор импульсов, который мне позволяет реализовать вот такой, значит, однобитный оператор. То есть поворот на угол B. Это называется вращательный вентиль, да, то, что есть. То есть еще раз. Николай Николаевич, давайте дадим слушателям временно вопросы, иначе будет только доклад и не будет вопросов. Да, конечно. Ну, более-менее, на самом деле, главное я рассказал, то есть каким образом можно организовать вентиль. Да, последнее еще. Отражение, как я могу строить отражение. А смотрите, что я делаю. Я взял вот этот вектор. И теперь я двигаюсь по, значит, вот по этому меридиану, то есть по экватору. Значит, что произойдет? Смотрите, это у меня гидезическое. То есть вот этот вектор, вот гидезически касательный, значит, вот это касательный. Это другой орд. Значит, этот торт будет у меня крутиться, это будет касательно все время оставаться. И когда я дошел до противоположной точки полюса, то есть экватора, у меня моя касательная повернулась вот сюда. А вот этот вектор, он все время будет оставаться перпендулярным касателем. То есть он в пространстве не будет меняться. То есть вот этот векторочек базисный, он вот здесь оказался самим собой. То есть получается, этот не поменялся, а вот этот векторочек развернулся на 180 градусов. Смотрите, вот этот вектор при движении суда при минусе на 180 градусов. То есть таким образом я устроил отражение, да? Ну, комбинируя отражение и, значит, и дело в том, что детерминат вот этой величины равняется единичкой. Поэтому непрерывно комбинируя отражение вот с этим вентилем, да, вращательным, я могу получить любой, значит, любой вентиль для однокубитной, да. Вот, пожалуй, все. На этом я могу остановиться. Можно вопрос? Да, пожалуйста. Скажите, вот когда система квантовая возвращается в начальное состояние адиопатически, есть фаза Берри? У вас тут как-то она вообще… Нет, фаза Берри нету, значит, потому что фаза Берри, она когда одиночный вектор. Вы совершенно правы. Давайте я вернусь сюда. Значит, фаза Берри может возникнуть у лямбда-системы, но тоже не возникнет. Давайте. Так, я туда пошел. Вот. Например, для лямбда-системы. Вот здесь у нас вся геометрическая интерпретация будет стоять в следующем, что у нас появляется уже не сфера, а окружность, блоха, и светлое состояние вот оно, вот темное состояние. Вот темное состояние одно. Вот когда я двигаюсь, я бы двигался сюда, темное состояние… В фаза Берри возникает тогда, когда у вас одно темное состояние. Одно темное состояние, вернее так, одно адиопатическое состояние, которое отсечено. от всех остальных состояний. При диапатическом переходе его энергия должна меняться. Фаза Берри набегается за счет того, что меняется энергия. И вот фаза Берри – это есть интеграл энергии по этому пути, насколько у нас интегральным образом меняется наша энергия. Вот это набег фазы Берри. Но поскольку здесь у нас энергия не меняется, она нулю равняется. Фазы Берри нет, она нулю. Так, ответил? Спасибо. Еще вопросы, пожалуйста. У меня вопрос. Почему вот нарезав этот круг на сфере квази-блоха, мы должны подсчитывать площадь, закрашенную желтым, а не все... Нет, нет, нет. Желтое-желтое просто показывает. Да, ну, желтое-желтое это не на плоскости, а на поверхности. На поверхности. Ну да, я про это и говорю. Я считаю площадь поверхности. Правильно. Но почему надо брать площадь поверхности вот маленького среза? Остается весь арбуз с вырезом. Почему не надо площадь арбуза с вырезом подсчитывать? Дело, на самом деле, Иван Вадимович, как всегда, в точку. На самом деле, просто мне детали некогда было доказывать. Просто исходя из теоремы Риммана. Теорема Риммана указывает, на какую площадочку мы должны считать. Я сослался на теорему Риммана, и вот на самом деле я дальше уже должен детали развивать этой теоремы. Почему именно это, а не другая? А не играет роль, что площадь полного арбуза без выреза 4П? Ну, дело в том, что 4П, добавили его, вышли 4П, значит, угол поменялся, но, значит, это никак не скажется. На повороте. Ну, собственно, этот вопрос, что можно ли пользоваться арбузом с вырезом? Можно, 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 да. Единственное, там ориентация поменяется немножечко. Можно ли пользоваться, потому что это меняется на 4П и на угол поворота, а на 4П он не сказывается, да? Так, и второй вопрос. Эти построения годятся только если светлое состояние описывает замкнутую кривую? Нет, не обязательно. А там тоже у нас будет эволюционировать каким-то образом. Другое дело, что для замкнутой кривой очень просто ее посчитать, этот угол. А для замкнутой кривой там его высчитывать с помощью процедуры параллельного переноса. проводить полностью. То есть, теорема вот о площади, связи с площадью, она только для замкнутых путей, да? Нет, а если не замкнутый путь, а какая у меня площадь появляется? Ну, собственно, в этом вопрос. Да, нету, но посчитать его можно, просто, но тут уже честно надо считать. Вот, ну и наконец, что... Николай Николаевич, еще вопросы есть, подождите. Кирилл Сергеевич, вопрос. Можно вопрос? Спасибо. Значит, Николай Николаевич, применительно именно к триподной схеме, скажите, пожалуйста, если ваши переходы, их можно отождествить, каждый из переходов, с конкретным направлением поляризации, а здесь будет не проще перейти вот при построениях, соответственно, от сферы Блохо к сфере Планкаре и к параметрам Стокса? Да, можно, пожалуйста. То есть, если говорить о фотонах, то, пожалуйста, если поляризация делать, да, то на здоровье. И соответствуют эти темновые состояния, эти переходы, они... Только я не знаю, вот для фотонов трехподную систему, ну нет, можно организовать, конечно, потому что фотоны... Да. Ну как раз по центру у вас будет линейная поляризация, а по краям две круговые. А, две круговые была, в этом смысле вы имеете в виду. Ну, еще раз говорю, это зависит от вкуса, на самом деле. Или это языка, как называть, слон или элефант называть, от этого слона меняется, его сущность. Просто кажется, что тот язык немножко более естественный в этих построениях. Ну, не знаю, может быть, я не прав. Ну, не знаю. Ну, еще раз повторяю, это зависит. Мне кажется, я когда понимаете, еще раз повторяю, я в этой тематике как бы не очень, значит, то есть на эту тематику я наткнулся но полтора года тому назад. То есть стал углубленным мне заниматься с геометрией, с Римминой, совсем... Нет, ну, Гриммана геометрия, я знал какие-то там элементы. Вот в эти все детали влезать, это вот... Почитал книжечку, соответствую, есть очень хорошая книжка, значит, погорела в дифференциальной геометрии такая. Я ее простудировал, чтобы все во всем этом разобраться. Спасибо. Да, еще. Николай Николаевич, подскажите, пожалуйста, предполагается, что система изначально возбуждена, то есть это единичное возбуждение, то есть заселенность нижнего уровня какая-то фиксированная. должна быть равномерно размазана? Нет, любая. Любая, произвольная. Да, да, вот понимаете, в чем дело? У вас может быть произвольный вектор. В начальном состоянии произвольный вектор, единственное, он не должен быть двойкой, поэтому он должен лежать в касательном пространстве, геометрически. Любой вектор касательно пространства, вот здесь орта у нас есть, я могу его взять в любую. Я двигаюсь по окружности, и вот этот вектор просто... Я тут все поняла, спасибо, вы не повторяете второй раз. Любой вектор может быть. Я считаю, что кубитная логика проходит даже при произвольном... Конечно, конечно, конечно. В этом-то и дело. Вот для лямбда схем она не пройдет, кубитная логика не пройдет, вы там можете перетащить один вектор в другой, но для того, чтобы перетащить ортогональный к нему, вы по-другому должны устроить импульсы. А здесь импульсы вы устраиваете для сферы один и тот же набор импульсов, и у вас именно базис будет поворачиваться, именно базис будет устраивать, будет именно кубитная логика проходит. Очень интересно, спасибо. Николай Николаевич, я вижу, что у нас время стекло. Спасибо вам большое за интересный очень доклад и новое направление в фактически. интересно, конечно, было бы видеть развитие в сторону двух кубитных операций. Конечно. Нет, но теперь, наконец, последнее. Дело в том, то, что я рассказал, на самом деле проходит для n-водной системы, потому что вся идеология та же самая. Один векторный, значит, у нас появляется единичное, в параметрическом пространстве появляется единичный вектор блоха, который определяется значит, частотами темные состояния это касательные к этой сфере. Значит, и то же самое у нас получается, что развитие квантовой эволюции это и есть просто параллельный перенос векторов по сфере блоха. То есть, на самом деле, если... это мы внутри себя обобщили. Спасибо, это понятно, как обобщиться. Просто больше размерности сфера. Да, больше, да. И более того, все то, же самое. То есть, в данном случае только у нас будет появляется размерность касательного пространства больше. Она будет размер стен без единицы. И вот теперь я над этим базисом могу одновременно производить унитарные операции за счет адиоматического развития. Вот чем дело. Вот это называется кудиты. Кудиты. Слово D-dimensional. И вот получается... У нас много людей, которые занимаются кудитами, поэтому для нас это известная тематика. Просто там еще операции по-другому определены, поэтому такого прямого обобщения не будет. Нет, вот вам ресурс, который позволяет вам любую на самом деле унитарную операцию в кудитах осуществить. Все проходит то же самое. Ну, это требует отдельного обсуждения, поскольку кудитов они все-таки по-другому определяют. Вот, вот, пожалуйста. Вот, пожалуйста. Я нарисовал у вас вот четыре дита или как так, квадро-дит я нарисовал. Квадро-дит называется. И вот как я тут буду операции делать унитарные? А здесь очень просто при помощи... Значит, у меня появляется касательная плоскость, это трехмерная касательная плоскость, это трехмерное пространство и в нем унитарное преобразование можно организовать при помощи так называемых углов эйлера. Их легко здесь сделать. Тоже все по геометрии. Я могу любую унитарную операцию здесь организовать вам. Николай Николаевич, ну вот так быстро это вообще нам не взять? Конечно, конечно. Поэтому, наверное, сейчас на этом не стоит останавливаться, тем более, что время уже... Нет, я просто хочу сказать, что это перспектива то, что называется. Перспективы здесь такие, что просматривается возможность для любого, значит, кудита организовать унитарную операцию. Единственное, что тут надо уже использовать, конечно, поскольку работаем с инверным пространством, ортокональное преобразование это у нас уже есть, это надо теорию групп со всеми там вещами вытекающими. Это, да, да, там и терминология, в общем-то, и математика должна быть. Но параллельно перенос остается. Вот самое что было. Спасибо большое за доклад. Будем ждать продолжения. Хорошо. Спасибо. До свидания, коллеги. До свидания. Спасибо, Коля. Интересно.